Утро дома продолжается, и мы уже готовы принимать гостей. И мы уверены, что общение с нашим сегодняшним гостем обязательно поднимет вам настроение. А по-моему, у нас иначе и не бывает. Встречаем актер Арам Арзуманян. Арам, скажите, как вы, чем вы занимаетесь в это легкое военное время? По-перше, привет. Всем привет. Привет, Украина. Я, как и среднестатистичный граждан Украины, ждем на победу. Мы все для победы. Мы не падаем духом. Нам страшно, но мы не боимся. Как вообще, что сейчас происходит? Как актеры выживают в таких непростых условиях сейчас военных? В 5-й ранку, там 5-й с копейками, мне зателефоновал мой друг из Мелитополя. Я сам из Мелитополя. И он зателефоновал и говорит, как у вас там? Я еще, блин, что? В 5-й ранку? Ты никогда в жизни вообще не звонил? А тут прям в 5-й ранку, что? Так говорит, как у вас там? Я говорю, блин, что у нас там? Ты про что? А у нас бомблять, каже. Как это бомблять? Так, прилет в аэродром, выбухи. И потом я, как выбухи? Все, я понимаю, и тут чую. Вже там и телек дымкнули. И все, пошла жара Гастомель. Ну, тут уже начали все вот так ризко. И началось там сбирать вещи, штуки на всяк випадок. Вікна скочем заклеивали. И потом это все я делал максимально, чтобы люди видели, кто на меня подписан. Потому что я понимаю, что какую-то ответственность я маю перед народом. Потому что, ну, как, лидер мнений. И меня смотрят. И я знаю, что я маю и там сказать, и попередить. Спробовать какого-то холодной головой. Потому что я тоже горячий. И я вот так вот, ну, те, что я делал, сразу же и выкладывал сториз с хлопцами, репосты. Ну, максимально про это людям сповещали. За день до того, в вечере, я был на премьере комедии. Доброю комедии. И вот так вот контраст эмоций, он застав трешки врасплохо. Сегодня на большие экраны как раз выходит новая комедия с вашим участием. Сумасшедшие соседи новой истории. Так вот символично, что вы сегодня можете нам рассказать, о чем это кино. В условиях войны к вам такой вопрос. Кино об отношениях соседей. Я удивлю. Скажение соседей, то это как раз про отношения соседей. Это добра комедия. Добра комедия характеров таких разных. Украинская комедия. Это темперамент. Это у каждого света такой характер. Все отличаются один от одного. Я бы не сказал, что саме как раз там есть какие-то там два героя, что все на колу них все там обращается. Нет. Тут как раз багато уже образов, багато персонажей. Ну, на круги яких новой истории. Например, моего персонажа там такая вообще в этом сериале, что просто трындец. Это просто такая шокующая такая история, потому что это сериал, я не знаю, можно называть это слово сериал, который показывается в кинотеатрах. Ну, я такого не помню. А вот есть такое мнение, что сейчас такое сложное время и вроде как не до комедий. Что ты об этом думаешь? Как ты к этому относишься? Смотрите, что я скажу. Параллельно с... Ну, и до войны. Мы с пацанами еще выступаем с культурным фронтом. У нас же больше, чем 26 концертов. Это было для збройной, для обороны, в господинах. Это Юра Горбунов. Варяти пацаны. Дідзьо. Свята Тарабарова. Ну, мои церквистина Соловей. Ну, я там в гумористичном фроне. Такое вопрос. Знаешь, от сначала я тоже думал. Блин, как-то не до жертвов, чем концертом. А там как раз перший жарт на меня, когда я выходу, там прям такой жарт, что с меня начинается. Я, правда, прям сильно, потому что как раз вот этим вопросом и я задавался. А может не чат, а может не треба. Ну, блин, война. Как пацаны, девчата это сприймуть, когда ты выходишь там и жартуешь такой чат. И вот, когда ты дивишься, зал, всех бачишь. Такие очи все там с автоматами сидят. И думаешь, сейчас не так пожартуешь. И извести не выйдешь. И таки, я думаю, что может не треба. И первый жарт, все смеются. Другие еще больше смеются. И ты знаешь, что как раз самая часть, бойовый дух, я не знаю, настрой. Веселите Украину. Все равно, мы всегда должны это делать. Не знаю, потому что мы, мы отличаемся от той страны, где идут постоянные войны, культ войны, победа, война. Завжди на нас нападают, завжди там вот атакуют, постійно бейтись. Как на меня, как раз комедия потребна в такие моменты. Потому что это людей отвлекает. Мы должны служить в нашем фронте. Мы должны подбадеровать. Нехай с меня посмейся. Даже если нужно будет самая ирония, нужно будет сарказм, нужно будет, я не знаю, там, стендап. Что нужно будет, все сделаю, чтобы людей отвлекать и прийму на себя. Расскажите, пожалуйста, как проходили съемки? Какие-то, возможно, остались воспоминания именно о съемке сумасшедших соседей новой истории? Багато было. Это комедия. Мы уже один до одного. Там был основной ансамбль артистов. Він уже такой. Вистали. Мы все один одного знаем. С пола борота понимаем. Каждый день постоянно смешки, смех. Ну, комедия есть комедия. Был такой момент, ну, там, я скажу, у моего персонажа там арка вообще идеальна. Він и плакал, он и под наркотиками був, он и дрался. И там была такая сцена, ну, те, что мне запоминалось. Він робил таки кунг-фу, начи там готується на бейку. Я, коли, ну, робил, то Юра Горбунов там с гусами був такий, ну, приклеенный. И он так вот стоял, я же там бачу его. И он так стоял, и он так смеется, что буса не відхвелить. Кажется, это очень смешно. А я там прыгаю, роблю того кунг-фу шаолиня. И то крапку ставлю, я как раз в этом этюде. Я крапку ставлю, я прыгаю. И прямо на колено себе там бах, прыгаю. Такий прием роблю, начи тигр. И стоп, чую там режисер, всі смеются. Я думаю, фух, классно. Я так приземлился на колено, что до сих пор в меня там ушиб. И реально болит так, что я не знаю, пір. Короче, вот это все зробил. И я тут раз, давай еще закрепим. Я говорю, я почуваю, что закрепим. Я думаю, ёбер, у меня колено так болело. И на циколино попахнулся. Вот так вот, ну, не знаю, мажорик пришел. А вот мы многих своих гостей спрашиваем, а что ты сделаешь первым делом после нашей победы? Ну, как и все многие ваши гости, наверное, буду отмечать как рождение дочки. Потому что это был как раз такой день отмечания, что я уснул в ванной. Да, признаюсь. Я думаю, я так же сам отмечу. Спасибо тебе большое. Спасибо. Дякую вам. Спасибо, спасибо. Позитивный настрой. Мы желаем тебе удачи. Желаем удачи.